Моё родное Оренбуржие в истории моей страны. От сарматских племён до сегодняшних дней. Оренбургское казачество, купечество, географические особенности и памятники культуры. Всё это должны знать наши участники. В полуфинальном поединке умов сойдутся две команды – Оренбург и Тотская. Мы уже все их знаем, но я назову их имена ещё раз. Телезрители должны запомнить этих героев. Команда Оренбурга в следующем составе. Александр Абраменко, Анастасия Кондусова, Полина Попова, Ангелина Калитанова и Артём Плаксий. За команду Тотского играют Антон Анников, Екатерина Андреева, Ольга Голева, Анастасия Вяльцева и Ксения Соколова. В судействии у нас сегодня, как, собственно, и весь сезон, Наталья Николаевна Баладурина, преподаватель истории Оренбургского президентского кадетского училища, и Дмитрий Анатольевич Сафонов, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Оренбургского государственного университета. Уважаемые члены жюри, ждём на путстве. Вы знаете, что одним из факторов успеха нашего Отечества является единство. В трудные моменты нашей истории именно сплочённость вела нас к победам, к свершениям. История родного края, знание её делает нас не только особенными, но тоже едиными, некой единой общностью среди других субъектов Федерации. И вот мы очень надеемся, что сегодня вы почувствуете это единство, коллективный дух. Вы несете именно то верное решение, к которому придёте в конечном счёте сообща. Удачи всем и победы сильнейшему. Мы вам желаем. Уже традиционно начинаем поединок умов с разминки. Члены жюри зададут командам 10 несложных вопросов. Отвечая правильно, игроки зарабатывают 10 баллов. Право отвечать получает тот, кто первым нажмёт на кнопку. Первый, как обещанно, несложный вопрос. Нужно назвать, кто этот исторический деятель. На средства этого благотворителя в 90-х годах XIX века в Оренбурге был возведён комплекс зданий, включавших мечеть, медресе и служебные постройки. Мы считаем, что это купец Хусаинов. Ответ правильный. Это переводчик и дипломат. Впоследствии генерал. Этот человек сыграл решающую роль в присоединении к России младшего Жуза. Его наследники приобрели в Оренбургской губернии в XVIII веке обширное поместье. Кто этот человек? Мы считаем, что это не будет. Тевкелев. Вернёмся к фильмам. Иван Бровкин на целине. Как известно, фильм снимался в вполне реальных условиях совхоза Комсомольский. И вот, отталкиваясь от этого факта, попробуйте ответить на вопрос. Чем особо хвалился председатель совхоза Комсомольский перед другом Бровкина Захаром Силчем? Комсомольский перед другом Бровкина Захаром Силчем? Комсомольский перед другом Бровкина Захаром Силчем? Она что, комнату снимает? Чему же? Это её собственный дом. Врё. Ответьте, когда в Бугаруслане была добыта, найдена, можем так сказать, первая нефть? А если я не ошибаюсь, то это 1942 год. Ну, в принципе, правильно. Хотя найдена была она в 1938 году, промышленные разработки начали с 1942 года, серьёзные. Как бы, Дмитрий Анатольевич? Пять баллов. Как это ни странно прозвучит, но в истории нашего края был единственный оренбургский генерал-губернатор. Кто это? Оренбургский генерал-губернатор. Мы предполагаем, что это Пировский. Он был военный губернатор. Оренбургским генерал-губернатором был Кражановский. Николай Александрович. Вам нужно будет ответить, что общего в исторической судьбе Казанско-Богородицкого кафедрального собора города Оренбурга и храма Христа Спасителя в городе Москве. Они оба были взорваны. Только добавьте, в какое десятилетие, когда они были взорваны? Когда? В 30-е годы. Правильно, совершенно верно. Назовите имя автора воспоминаний. Но не просто автора воспоминаний, а активничного участника событий, о которых он рассказывает. Воспоминаниях, где рассказывалось о формировании на Советской земле в годы Второй мировой войны чехословацких частей. Вспомните, пожалуйста, где у нас формировались в нашей стране кадры чехословацкой армии? Чехословацкие войска образовались в Бузулуке, если мы не ошибаемся. Ну, это верно. Ну, это как раз мой дополнительный вопрос. А основной? А кто командовал чехословацкими войсками? Почему большинство оренбургских крепостей не имели серьезных фортификационных сооружений и ограничивались заплотами, некой оградой, изврытых на определенном расстоянии друг от друга столбов, между которыми горизонтально укреплялись бревна? Мы считаем, что первая причина – это потому, что крепости находились на возвышенности, и отделены были природными преградами, то есть река, лес. Нехватка леса. Лес очень дорогой у нас в губернии был всегда, поэтому крепости были сделаны, скажем так, наспех. Пять баллов, пожалуйста, команде Оренбурга. Начиная с 1732 года, строилась так называемая новая Закамская линия, или цепочка крепостей в Заволжье, которая должна прикрывать была юго-восточные рубежи страны. Напомню, что стройка началась в 1732 году. Теперь, собственно, вопрос. Как вы полагаете, была ли завершена строительство этой линии? Если нет, то почему? Пожалуйста. Мы посовещались, и мы думаем, что строительство линии было не завершено по причине набега или военного похода. До границы просто-напросто отодвинулось резко на восток, и поэтому смысл возведения непосредственно в Заволжье, цепочек крепостей, исчез. Поэтому ее не стали достраивать до конца. Каким образом в XVIII веке оренбургские купцы и среднеазиатские купцы расплачивались друг с другом? Назовите эту особенность. Наверное, так же, как и другие купцы, это была безналичная торговля. То есть уплата была позже, после того, как совершил сделку. В кредит вы имеете в виду? Да. Это неправильный ответ. Совсем другой ответ. Торговля была миновая. Товар меняли на товар, а не на деньги даже в будущем. Без денег. Результаты разминки. Оренбург 20 баллов. Тотская 10 баллов. В полуфинале мы решили поподробнее рассказать об учебных заведениях, где готовят таких знатоков родного края. На данный момент у нас лидирует команда из Оренбурга. Вот о их родной школе мы и посмотрим следующий сюжет. 45 лет назад гимназии номер один еще не было на ее месте. После слияния двух учреждений образовалась школа номер 66. Гимназия настала 25 лет назад. Первый директор Владимир Гончаров задумывал ее как многопрофильное учебное заведение. С тех пор у нас идет ранняя профилизация. В восьмых классах она начинается. Три направления традиционно в гимназии сохраняются. И всегда приоритетом гимназии было высокое качество образования. Вот весь учебно-воспитательный процесс настроен на то, чтобы дать качественное, глубокое образование нашим обучающимся. Гордость гимназии – выпускники. За историю учебного заведения 14 учащихся становились победителями международного этапа Олимпиад. Ежегодно ее стены покидает большое количество медалистов и стобальников. Как правило, поступают в столичные вузы на бюджетную основу. Учебный процесс сопровождается и активной общественной жизнью. Гражданско-патриотическое воспитание в гимназии с первых дней присутствует. Мы много внимания уделяем этому моменту. Из больших традиционных мероприятий, например, митинг 9 мая, мы всегда ходим целой гимназией. Большим красивым строем, с оркестром, к вечному огню в саду Фрунзе. Огромное количество мероприятий в течение учебного года проходит. Работу ведем по сотрудничеству и с областным военкоматом, и с военными частями города, и страны. Кроме этого, большое внимание здесь уделяет эстетическому направлению. Гимназистов обучают бальным и народным танцам. В полуфинале игроков ждут особенно сложные вопросы. Но разве их этим напугаешь? Мы переходим к первому туру интеллектуального шоу «Поединок умов». Перед капитанами команд лежат карточки трех цветов – красные, синие и желтые. Сложность вопроса зависит от цвета билета. Капитаны выбирают карточки для своих соперников. Билет номер 9 – 10 баллов. В 18-19 веках Оренбургское и Яйцкое казачество, а также башкиры, были неподатным сословием. Почему? Мы предполагаем, что башкиры, также Оренбургское и Яйцкое казачество, были военнообязанными, но они не платили налоги. То есть неподатное сословие – это сословие, которое… Не платило налоги. Верно. Вопрос номер 6 – 30 баллов. Гагарин говорил, когда осмысливал свой жизненный путь, что Оренбург дал ему… Пожалуйста, какие две… какие два момента в его жизни дал ему Оренбург? Мы считаем, что Оренбург дал ему крылья и семью. Верно. Билет номер 9 – 20 баллов. При соединении к России и какой территории принимали активное участие Оренбургские и Уральские казаки? Наша команда предполагает, что Оренбургские казаки участвовали в присоединении казахских жутов. Хочу обратить ваше внимание, что территории казахских жутов вошли в состав Российской империи добровольно. Их никто не завоевывал. А вот кое-что завоевывать приходилось. А именно – Среднюю Азию. Это и есть правильный ответ. Вопрос номер 7 – 30 баллов. Какой единственный памятник был в Оренбурге до революции 1917 года и чему он был посвящен? Мы считаем, что это были ворота, подаренные императрицей Елизаветой. К сожалению, это неверный ответ, потому что памятник появился в 1822 году на Александровской площади. Ныне это сквер имени Ленина в центре Оренбурга. И памятник представлял собой некую колонну. А позже был перенесен на набережную нашего города. К сожалению, ответ дали неверный. Билет номер 9 – 30 баллов. В 1942 году в Гурсланский район Оренбургской области были срочно командированы специалисты из Грозного и Баку. Зачем? Дело в том, что в 1938 году в Гурслане была найдена нефть и специалисты во время Великой Отечественной войны были направлены туда для разработки нефтяных залежей. Ну а Грозный и Баку почему? Потому что там находились основные центры, где было большое количество профессионалов в этой отрасли. По нефтедобыче. Принимается. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопрос номер 8 – 30 баллов. Эта атомная подводная лодка или иначе подводный крейсер стратегического назначения К-411 вступила в строй в 1970 году. В 1971 году подводный ракетоносец впервые успешно совершил первое в истории наших вооруженных сил подлёдное арктическое плавание, достиг географической точки Северного полюса. А как эта подводная лодка связана с Оренбуржьем? Мы с командой посвящались и решили, что возможно какие-то детали для этой атомной подводной лодки были произведены на заводах Оренбуржья. Неплохая версия. Пожалуйста, у вас Оренбург. Мы считаем, что капитан, может быть, подводной лодки был роженцем в Оренбургской области? Нет, к сожалению. Лодка имела название – Оренбург. Результаты первого тура. У Оренбурга 40 баллов, у Тотского 30 баллов. Мы подготовили видеосюжет ещё об одной школе, которая ежегодно выпускает десятки талантливых учеников. Смотрим сюжет о школе Тотского района. Год рождения Тотской средней школы – 1972. Несколько её зданий были разбросаны по всему городу и только потом соединены в одно. Здесь воспитывают не только эрудированных школьников, но и краеведов, и настоящих патриотов. Патриотическое воспитание у нас ведётся не в одном направлении, а акцент делается на нравственном воспитании, на духовном воспитании детей. И мы гордимся тем, что мы участвуем в различных конкурсах, мероприятиях, которые проводятся не только в области, но и на российском уровне. Чтобы ребята могли знать историю не только по книжкам, в Тотской средней школе многие годы собирали предметы быта, документы, фотографии, свидетелей событий прошлого. В этом году музей отреставрировали, он пополнился экспонатами. Много лет школа участвует в конкурсе проектов «Я гражданин России». Ребята неоднократно уже являлись победителями областного уровня, то есть дважды являлись победителями, один раз ездили в Москву, и в этом году мы опять заняли место. Также в школе с успехом функционирует кадетский класс. Ребята активно занимаются волонтёрством. Всего здесь в две смены учатся более 900 детей. Ещё одна порция вопросов на знание истории Оренбуржии ждёт нас во втором туре интеллектуального шоу «Поединок умов». Во втором туре снова играют карточки разных цветов. Капитаны выбирают билеты, рассчитывая силы своих игроков. Билет номер 8, 10 баллов. Как выглядел самый первый герб Оренбурга? Мы предполагаем, что на гербе изначально был крест и двуглавый орёл. Понятно, спасибо. Ваша версия? Мы считаем, что это был одноглавный чёрный орёл на холме. Обещаем дополнительный балл, если вы ответите, куда делся этот герб. После восстания Пугачёва, наверное, поменялся. Хорошо, тогда я ещё один вопрос задам. А почему у Орска остался первый герб Оренбурга? Ну, сначала же Орск основали, ну, как Оренбург. Так, то есть Орск сначала был основан как Оренбург, и у него был создан такой герб. Правильно. Там 10 баллов у вас полагается, да? И ещё 5. Вопрос номер 6. 10 баллов. Почему отец Гагарина на вопрос «Не твой ли родственник полетел в космос?» Сказал, что нет. Он сказал, что это не его родственник, потому что у него было другое звание, а он об этом не знал. У него, ему дали майора, а он считал, что он был лейтенантом, по-моему. Вопрос номер 8. 20 баллов. В нашей Оренбургской истории было два очень известных человека, которые имели происхождение из Дании. Попробуйте вспомнить, о ком идёт речь. Попробуйте вспомнить, о ком идёт речь. Вопрос конкретен был. Два конкретных известных человека, оставивших след в истории нашего края. Может быть, губернатор Рейнсдорф? Так, губернатор Рейнсдорф. Верно, он был датской нацией. И? Даль, у него был отец датчанин, а мать француженка. Вопрос номер 7. 20 баллов. Гейтские казаки Бурнов, Федульев, Чумаков, Творогов, Железнов, активно участвовавшие в Пугачёвщине, чтобы сохранить жизни, схватили Пугачёва в 1774 году и выдали его правительственным войскам. На что эти казаки рассчитывали? Мы считаем, что они рассчитывали на помилование императрицы. То, что их не будут наказывать за то, что они участвовали. Жаль, конечно, что вы не сказали, что они очень рисковали, прежде всего, получить некую кару от Пугачёва. Ну, в общем-то, ответ верный. Молодцы. Вопрос номер 5. 30 баллов. В начале 20 века в Оренбуржье, как и по стране, возникли детские организации, которые называли скауты. А потом, уже при советской власти, появились пионеры. А сегодня, как известно, у нас существует федерация или союз пионерских организаций. Можете ли вы назвать лозунги этих трёх организаций, девизы этих организаций? Мы считаем, что это самый известный лозунг всех пионеров «Будь готов, всегда готов». Должен сказать, что не совсем. Дело в том, что девизом советского периода с пионерской организацией была ровно половина произнесённой фразы. Какая? Всегда готов. Девизом пионерской организации было «Всегда готов». Хорошо, допустим, а у скаутов? А у современной детской организации? «Будь готов был у скаутов, всегда готов у пионеров». И у современной детской организации «За родину, добро и справедливость». Соответственно, 1,35 – это 10 баллов. Вопрос номер 4 – 30 баллов. В 1783 году поэту Гавриилу Романовичу Державину, который в это время находился на обеде у генерал-прокурора, почтальон доставил бумажный свиток с очень интересной подписью «Из Оренбурга от киргизской царевны Мурзе Державину». Внутри он обнаружил золотую, прекрасную, осыпанную бриллиантами табакерку, и в ней 500 червонных. От кого и за что Гавриил Державин мог получить такой подарок? Вы понимаете, что назвал кто-то себя киргизской царевной, не являясь ею? Мы с командой можем предположить только ответ на вторую часть вопроса, что табакерка была ему подарена за написанное им произведение. Киргизская царевна в реальности, скорее всего, не существовала, и кто-то так назвался, потому что в произведении это было указано. Ну, как вы думаете, кому был по карману табакерка, осыпанная бриллиантами? Ну, возможно, какому-то киргизскому хану или богатому человеку, купцу. Мы можем предположить, что табакерка была подарена правителям России. Пожалуйста, каким? А Екатерина II? Верно, Екатерина II. Ода была адресована в новошествие на престол Екатерины II, так что она так элегантно назвала себя Киргизской Айсадской Ордой. Вы поставили у нас очень сложное положение. Ну, 10-20. Результаты второго тура. Оренбург 30 баллов. Тотская 75 баллов. В третьем туре игрокам поединка умов предстоит справиться со специальными вопросами от жюри. Право отвечать получает та команда, игрок которой первый нажмет на кнопку. 5-10 баллов. После 1815 года в Оренбургском казачьем войске появились казаки с французскими фамилиями. Откуда они взялись? Мы предполагаем то, что эти казаки это пленные захваченные в войне 12-го года, в которой участвовали также оренбургские казаки. Совершенно верно. Потом они приняли подданство. Вопрос номер 7. 10 баллов. Давайте допустим, что осажденный Пугачевцем Оренбург был бы взят. И вот в таком случае наша литература могла бы лишиться известного баснописа Ивана Андреевича Крылова. Объясните, почему? Мы с командой считаем, что Иван Андреевич Крылов, будучи еще совсем маленьким ребенком, проживал в Оренбурге. И во время восстания Пугачева он был здесь. И если бы мать его не спасла, то, скорее всего, он был бы убит. Вопрос защитный, правильно. Вопрос номер 6. 20 баллов. Посещение этого небольшого населенного пункта в Оренбургской губернии было обязательно включено в программу поездки на Южный Урал двух российских императоров. Кто это был? Какие императоры? И почему? Наша команда может предположить, что эти два императора были Александр I и Екатерина II, и они посещали татарскую Кургалу, так как это был центр торговли. Ответ получен. Пожалуйста, вы. Мы считаем, что это был Николай II и Александр III, это был поселок Берди, но мы не можем предположить, почему. Нет, к сожалению, ребята, это Александр I и Александр II был у нас в 1824, а Александр II, правда, будучи цесаревичем, в 1837. И были они в Элецкой защите. Город был не назван, поэтому жюри баллов не дает ни той, ни другой команде. Вопрос номер 5, 20 баллов. Как известно, город Оренбург стал называться Чкалов в 1938 году, а памятник Чкалову был открыт только 6 ноября 1953 года. Как вы полагаете, что помешало поставить памятник раньше? Наша команда посвящалась, и мы можем предположить, что это была смерть Сталина. Он был против установки памятника, и памятник поставили только после того, как он умер? Ну да. А мы не можем предположить, что вообще-то памятник делали не один день, и, следовательно, его точно начали делать еще при жизни Сталина. Этот памятник, по-моему, находился в... сначала его делали для Москвы, этот памятник, по-моему, или не этот? Ну ладно, понятно. У вас есть версия? Нам кажется, что в этот период в Оренбурге была нехватка денежных средств, и поэтому не построили. Великая Отечественная война. К сожалению, вы не ответили. Вопрос номер 3, 30 баллов. В 1822 году в городе Оренбурге был отменен воинский постой. А что это воинский постой? Мы считаем, что воинский постой – это расположение войск в самом городе Дачи Минске. Место для жилья, но это и есть воинский постой. Где жили в Оренбурге? В казармах. В казарме? На квартирах, возможно. На домах. На квартирах кого? Простых жителей. Команда Тотска получает 15 баллов. Вопрос номер 2, 30 баллов. Переходим в советскую эпоху, 20 век. В конце 30-х годов в Оренбургской области стали строить так называемый социалистический город. Где он находился? Наша команда, посоветовавшись, может предположить, что это часть города, промышленная, в которой находились, жили рабочие, и мы можем предположить, что это либо Бёрд, либо Маяк. Это Орск. И там есть до сих пор и старые районы, социалистический город. Результаты третьего тура. Оренбург 10 баллов, Тотская 25 баллов. Прежде чем объявить результаты игры и назвать команду, с которой мы встретимся в финале, я передаю слово нашим уважаемым членам жюри. Выскажитесь, пожалуйста, о ваших впечатлениях об игре. Выражу общее мнение, что игра получилась. Впечатления самые-самые хорошие. Две хорошие команды. Было приятно видеть, что они действительно работают вместе, в совместном труде. Пытаются решить поставленные перед ними вопросы. Вот нам очень понравилось, что вы легко воспринимали даже внезапно родившиеся вопросы. Что говорит о том, что вам хотелось участвовать в этом и победить. Ну, победитель-то у нас всегда, конечно, бывает один. Но в данном случае, я думаю, это будет не просто красивая фраза, что победителями являемся мы все. Спасибо всем за участие. А теперь самое главное. Результаты игры. У Оренбурга 100 баллов. И в финале мы увидимся с командой Тоцкого. У них 140 баллов. Интеллектуальное шоу поединок умов буквально в одном шаге от финала. Увидимся ровно через неделю на телеканале ОРТ Планета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова